что для меня танец но для танец для меня если в это моя профессия от танец для меня это исцеление когда-то и танец для меня это конечно очищение может быть может быть сейчас став старше может быть сейчас не до такой степени нежели когда я был помладше когда мне было 15 16 лет вы знаете я вдруг понял что я наверное убегал от проблем от тяжелой жизни которая была ну как мне может быть казалось может она была тяжелой я приехал из карабаха были беженцами и то что было там в степанокерте я был такой из очень хорошей семьи обеспечены естественно мы все потеряли когда приехали сюда папа участковый мы жили в пятером в одном в одной там комнате и возможно танцы невозможно сто процентов конечно это было я убегал в какой-то нереальный мир мир в котором все красиво где красивые женщины где мужчины где все я не знаю камни все где ты можешь себя выражать где тебя аплодирует я начал танцевать в степанокерте я начал танцевать когда мне было по моему 6 лет меня мама отвела там был как как в советском союзе всегда было музыкальное училище хореографическое куда можно отвезти детей я начал там танцевать хореография станок сальфеджио все как надо и там был дополнительно еще национальный танец армянский но не в смысле там на свадьбах танцевать да таки на праздниках антимы изучали культуру и танцевали это было у меня я даже помню что мы на гастроли ездили в москву и в питер я мне было 10 лет тогда события только начинали еще можно и мы приезжали нас возили пока дети арцаха потому что такое мы танцевали а про 12 лет ему потом начались военные 10 никаких ты уже все меня танцев и в 12 лет мы приехали в москву потом мы приехали в тверь и в твери в одиннадцатом классе мне было 16 лет я впервые делали больные танцы я никогда до этого не лбань танцы не в ереване я не видел но степана кирс такого него что мальчик девочек танцевать и сам бы чаще я обалдел как 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 партнер перекидывает партнершу из одной руки в другую как-то это все выглядел для меня я влюбился я вот я влюбился я я пришел в школу и в школе у нас появилась ритмика и оказалась больная танцы этикая судьба я хочу вам сказать я я часто это говорю в интервью и специально это говорю еще раз скажу вам всем родителям которые смотрят меня все время спрашивали тяжело в гитсе учиться ягу нет пока ты может быть тяжело это же мое как ты может быть тяжело вот мне тяжело было на юриста учиться это невыносимо было я десять лет учился дорогие родители отдавайте детей смотрите за своими детьми и то к чему они предназначены туда их отдавать я понимаю что папа мама хотели меня уберечь в милиции все хорошо есть карьера а это вообще непонятно что актерские танцы непонятно что но в итоге я танцую я занимаюсь танцами к сожалению папа не стал 2011 году а чемпионом мира я стал 2014 году он к сожалению это всего не увидел не мир не европу но я знаю что он очень гордился что я поступил в него когда он что поступил в гитис сам ну то есть он как гитис может никто не собирался мне помогать на бюджет для них это мне кажется было какое-то откровение мне кажется дам начал понимать что наверное я чуть-чуть чуть-чуть другое хочу я стою за сцену пока я пони потому что я ухожу я знаю что полтора часа буду находиться вот здесь жить здесь умирать говорить мне будет не нравится что я сейчас фальшивлю буду стараться заставить они фальшивить потом буду появляться как не дышать нету дыхание потом думать так перестанет дышать я если честно со страхом и с радостью потому что такой мазохизм жду когда же я выйду и буду здесь и больше я никуда не уйду но я сразу уберу удачу сразу тоже к сожалению нужно давайте забудем про удачу допустим удача есть ну повезло конечно трудолюбие это все самое важное однажды я занимался в лозане есть такое колледж мариса бижара это знаменитый известный балет если наши зрители не знают найдите посмотрите узнайте историю и танцы и театра и мы присутствуем и преподавали мы работали в этом колледже и меня пригласили мы не беседовали с одним с директором этого колледжа я им говорю про талант как хочется что были талантливые ребята и вдруг он мне говорит такую вещь он гаджи не самое важное я бы ну как он готова вот мы отбираем а там очень удивительно отбирают там убирают не больше одного-двух человек из стран ну то есть например если прижать пять человек из россии только двое могут из японии двое поэтому их такое многонациональное ну так происходит там бесплатное обучение я его спрашиваю а почему вы ну как почему он как бы талантливый он будет нет у нас все талантливые ты понимаешь талант вот я не знаю к этому относиться ты понимаешь талант это только тогда это только в молодости ты можешь работать если у тебя есть трудолюбие и ты талант расширишь до вот прям до какого-то до огромных границ со временем таланту уйдет и у тебя останется опыт и ты благодаря этому опыту сможешь дальше создавать по долго жить и долго я имею в профессии вот так он считает я считаю что все должны танцевать особенно я считаю что мальчишки должны танцевать обязательно все мальчики должны танцевать объясню почему и все девочки должны танцевать у мальчишек есть проблема связанная с с координацией слышанием ритма и когда ты не обязательно должен стать профессиональным танцором и к ты его приводишь танцы он начинает танцевать он еле-еле продвигается и вдруг не начнет что-то получаться его нейронные связи в голове начинают по-другому соединяться понимаете да я знаю банкира я знаю огромный очень богатого человека который занимается бальными танцами и его друг говорит я вообще ну как бы классно что он занимается потому что у него сразу появляются огромные проекты почему я считаю что мальчику надо привести обязательно в больные танцы с пробальный как адепт так сказать бального танца по одной простой причине мы приводим там парня вот у меня сын да мы приводим вот там у меня он занимается дзюдо или там хоккей и футбол где он он же не станет профессиональным дзюдоистом профессионал хоккеистом он учится общаться с парнями со своими друзьями когда ты привожу бальные танцы он учится общаться с существом просить что так называют женщин противоположным себе с которой он проведет большую часть своей жизни и когда ты мальчик 7 лет не думать как мне ее как с ней договориться как взять за как ее начать вести как ее защищать и охранять потому что в больных танцах ты должен ее со всех сторон оберегать чтобы он ни в кого но извините не не травмировалась ударившись от кого-то и опять как развивает парня становится лидером во первых он правильно начинает показать не себя какой я а начинает показывать ее больных танцах ты показываешь партнершу поэтому я считаю что все мальчишки должны заниматься больными танцами надо бежать туда и же хотя бы пару лет три-четыре года обязательно давайте ребят танцевать вот у меня сын например я не думаю что он будет профессиональным там танцором но я смотрю на его данные посмотрим что будет дальше но сейчас я его он занимается этим вот именно из-за этого я хочу чтобы он правильно общался с девочкой что когда ему говорит нет он думал как ее убедить как только потому что с парнями все понятно он во дворе он дзюдо а как вот понимаете да конечно вообще я раньше я раньше часто голосуют такие это больно танцы это идеальное отношение мужчины и женщины на то есть где мужчина ведет женщина следует если женщина начинает выполнять отношения в танцах за мужчины начинает становится лидером я сама я сама танцы не будет и наоборот если мужчина чем зацикливать на себе какой он там яркий и не обращает на нее внимание это не гармоничная пара все это не становишься чемпионом все как удивительно вы можете как как жизни все как в жизни но я так не считаю я уже а я считаю что в жизни мы должны мы вместе до тех пор пока мы прощаем друг друга поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви их голосам всегда сливаться в так и душам их всегда бродить в цветах я в спектакле дам и его читаю фрагмент из библии про любовь я говорю что любовь все покрывает всему верит не ищет своего не гордится не превозносится не бесчинствует все до любовь долго терпит долго терпит вы можете спросить на долго это сколько там же написано вечно терпит написано долго терпит это спектакль в первый раз показали в театре вахтангова на премии юрий петрович любимого его вдова каталина любимого увидев наш спектакль пригласила потомать как лауреатов награждают и после этого показывает лауреатам спектакль для нас это было очень волнительно мы показали в театре вахтангова и там его увидел как раз художник в эти театре геликон опера и мы оказались в геликоне и вот уже не знаю какой спектакль играем последние три года всегда с аншлагами это всегда какой-то я вообще люблю очень спектакль вы знаете для меня это очищение это спектакль для меня очищение а михао борисов царство небесное это мой мастер который когда ты пришел учиться в гитис и он меня принял я там учился у него он предложил соединить больные танцы с русским драматическим театром и мы стали создавать танцы в которых я как сказать я танцую как актер но это надо увидеть конечно посмотреть потому что это уникально такого не было никогда я спокойно об этом говорю потому что не я сделал отдел он и как знать как со стороны там условно граф 4 в течение в течение четырех минут мы рассказываем историю например ромео джульетты все от начала до конца при этом мы используем технику бального танца мы танцуем самбу чачу румбу вам может показаться что это почти не сам бы чача но движение абсолютно эти настолько они наполнены другим смыслом а столько мы взаимодействуем с партнершей с моей с оксаной и супругой в том числе летящий поход на самом деле это это основное движение базовое а танца румба потом я забираю эти чачанка потом нас тут в этом же танце есть 9 вообще удивительный человек оксана я вот все время удивляюсь что все время в перед камерами я не оксана а я ну то есть ну хорошо у вас понятно я армянин все понятно но вот куча других интервью где там не не армяне скажем так да то есть не зрители я не понимаю она у меня закончила тверскую медицинскую академию как стоматолог как ортодонт более того он закончил с красным диплом если врачи есть среди зрителя не понимаешь это просто невероятно более того она уехала в австрию на стажировку в вену пять лет из японии есть такой сад то и даже я уже все это знаю который прилетал и там он у тебя научился в корею летала я туда приезжал к ней вену и с ней вместе мы готовились к чемпионатам мира я все время раскладка у меня тяжелая как мне тяжело было в вене потому что утром оксана встает она идет на учебу до пяти вечера а мне нечем заняться я ходил по музеям по вене везде я значит знаю все выставки в альбертины когда какая-то сменяется за пять лет ждал я потом на вот пять часов заканчивала перекус из шести-семи вечера мы шли танцевали до десяти и так каждый день я я хочу вам сказать что я не очень это все помню для меня все было видеть я помню как мы ходили за водой с ведрами потому что не было воды я помню что папа уезжал он в какой-то момент был агдам азербайджанский и папа был мордокерте мы были в степанокерте я помню что невозможно было им приехать и мы жили там без папы так не только мы там много кто я помню как начали шуша находится на горе а степанкерт находится внизу и просто вот люди вот ну то есть там стреляют когда ты не можешь точечно вести огонь то есть например там специально против военных то есть ты просто но в тот момент и не была так вот и просто вот стреляешь и воткуда прилетит туда плабить вот такая была страшная история все время стреляли я помню как трассирующий пуль летают такие светящиеся пули мы сидим на балконе полим на пятом этаже просто в валконе у нас попадает и все эти тут срочно вниз ну кажется что есть здесь пуль значит zad but youienda но я помню как как я я выношу чайник на дело в том что так не было мы костер во дворе и все готовят во дворе я помню эти лепешки которые во дворе в нашу ничего нет и помню как я уношу чайник из одного двора потому что другое и вот туда попадает была такая деревня напротив откуда обстреливали степанакер просто всех сторон обстреливали вот когда мне что-то я почему это говорю вот камень что-то говорят я понятно что я наверное героизирую возможно не так все было но для меня в моей голове что просто мужчины встали и стали а никто не говорил то есть я не помню чтобы нам сказали типа выходить из города все сдавайтесь женщины то есть моя мама вообще русская она взяла бы детей и как бы все у и пошли отсюда нет все просто никто никого не выпускал смерть не скелет кошмарный с длинной косой в россии смерть это тот кустарни в котором стоим мы все я танцую все на продажу и что вот это вот на самом деле смерть вот этого то что мы все на продажу мы улыбаемся эти все свете то равнины когда мы все пытаемся ровно что все было хорошо вот эта смерть друзья они кто-то страшно то что тоже с этими людьми и эти люди были свободны а вы все не спады для нищих и что мне шкаф да я была в карабах я приехала у меня умер дедушка папа не мог приехать он лежал больницы я поехал на похорон это был март месяц это было я просто не хочу но так это папа это было может быть 2009 2010 они друг за другом ушли у меня дедуля и папа умерли друг за другом вот я приехал вот я сколько не был я приехал мне было 32 наверно сколько не было лет я уже не помню вот я не был столько лет и это конечно было удивительное чувство вот потом я приехал я пять лет назад с гариком я взял сын и взял оксану и мы поехали нас пригласили в ереван я сказала я могу я поеду на степанахер точно и степану там у нас уже принимали на тот момент вот сейчас был президентом кто карабах я забыл вот а райк да вот он тогда был только было баллотировался и при помощи встречались такая гостиница на площади была и с министром и спорта по моему со всеми там встречать я приехал туда мы там танцевали мы успели там станцевать я видел степанахер я показал оксане показал гарику мы все ходили я пришел к себе в школу у нас я не знаю как у вас вот у вас но у нас очень дружный класс вот вы не поверите я поменял на штук наверно девять школ я ни с кем практически не общаюсь а с ними с ребятами было 6 класс по идее после этого они их сформировали потом опять они все собрались у них появились новые ребят я с ними у нас есть фейсбуке группа мы с ними ну вот активно переписывались до того как карабах прошла вот эта вот трагедия сейчас все чуть-чуть в таком до сих пор вы знаете это какая-то я наверно не принял она не прим ну то есть все что на то есть я то есть от плакала все что я там я не злость и все я выкладывал какие то посты какие-то знаете какая от кого-то бессилия кота выкладываешь просты потом думаешь зачем но я не удалял поставить я не знаю чем меня спрашиваете как я это неihi а мне кажется я это не полю потому что я я как будто смотрите как вот ты сможешь как вот от не с тобой происходит как будто фильм ощущение что если я что я сейчас возьму и поеду туда ночью что я могу приехать туда хотя как ему кто приехать не принял я я не знаю я не знаю как ответить на этот вопрос есть у меня мама вообще там ну понятно тети все это вот как старшее поколение я был недавно на дне рождения это удивительно отмечать день рождения я все ждал сейчас будет аиста к армянской песня арабах циррабах цирраб и обычно обычно начинает играть и мы все встаем и начинаем я говорю сестре в ян у меня сестра у яна почему не играют будет карабах нет я говорю почему начали включать и все просто плачет это не танцует представьте и нету я не могу просто говорить вот поэтому ну как-то вот сейчас вот сейчас живем я пока не я не очень не знаю как ответить на и я скажу да мне нужен степанокерт да мне нужен карабах для чего для того чтобы просто знать что есть степанки от карабах что он твой но это же ерунда вы мне скажете а я вам скажу хорошо вот вы иногда мы не встречаемся с мамой с папой вот они где-то живут я просто знаю что они есть а потом не становится вдруг папы вот для меня это было просто ну то есть это для моей сестренки и был 19 просто или вот сейчас ну мама слава богу есть вот у нас не становится и все и ты это твоя жизнь она просто это не знает что ты каждый ходишь с этим человеком это же твоя это же твоя культура это что на чем ты рос возможно для моего сына это будет неважно для моей дочери будет неважно но я постараюсь сделать так чтобы это было важно я бы хотел бы чтобы то что к сожалению я упустил в своей жизни я бы хотел бы чтобы у него в жизни это было я все-таки человек но воспитанный в русском драматическом театре я не знаю почему вот я учился в щукинском театральном институте почему вахтангов армянин а стал вот их пять человек понимаете станиславский не мир о жданченко не рухольт вахтангов таиров почему вот вахтангов армянин вот щукинс театрально что там стоит памятник и почему вдруг армянин вот театр россия не меру из дачен когда у него мама армянка да то есть мамара а у этого отец когда мы говорим про агриппин ваганова вагановское училище а почему почему вдруг а более того когда учился дети я учился на фокусете эстрады когда мы говорим про никиту балиева это кабары летучая мышь по-моему сергей тарасов я не помню как его а то россия да который вообще чистовой который помог не мировичу дачным хату вернут который организовали это вся эстрада россии я не вот как могли так вдруг ни с того ни сего а армяне вот такое создать а